Контур избирательной кампании 2024 в Российской Федерации организован под формат царя. Свобода выбора. То есть каждый в праве свободно выбирать, как ему проголосовать. Второе – это свобода воли и изъявления. Чтобы замылить глаза россиянам, для диктатора Кремль подобрал кандидатов на пост таких, которые стремятся не к победе, а к тому, чтобы тот самый Кремль смог продвинуть свой спектакль в марте. Вы планируете победить? Конечно нет. В российский ЦИК поступили 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента. Путин зарегистрировался в ЦИК как самовыдвиженец, не рискуя прильнуть какой-либо партии. «Единая Россия» и «Справедливая Россия» за правду заявили о его поддержке на псевдовыборах в марте. «Единая Россия» и «Справедливая Россия» – «Усправедить до конца». В гонке за президентство примут участие те, кому немного за 50. ЛДПР выбрало кандидатом 55-летнего Леонида Слуцкого, КПРФ – 75-летнего Николая Харитонова, гражданская инициатива – 60-летнего Бориса Надеждина. Президентом на России может быть избран гражданин в возрасте не моложе 35 лет. Единственный более-менее молодой кандидат – 39-летний Владислав Даванков. Выборы президента могут быть конкурентными только с кандидатом от прогрессивных сил. Миллионы людей в стране хотят перемен и развития, а не худой стабильности или отката назад. Поэтому мы решили дать дорогу молодым. Новые люди единогласно проголосовали за его выдвижение кандидатом. Он пойдет от новых людей и партии роста. Слушайте, ну радуга в моем детстве – это радость. Даванков – первый заместитель главы фракции в Госдуме, вице-спикер. В прошлом году баллотировался мэром Москвы и занял четвертое место из пяти кандидатов с результатом около 5% голосов. Для меня Москва все-таки, она такая, это уютная Москва, в которой хочется не только работать 24 на 7, но еще и можно было погулять и не только в центре, а еще и в районах. Он известен тем, что продвигал непопулярные решения в Госдуме. Допускаю, что мы с Украиной через там, просто посмотрим на 20-30 лет вперед, еще будем прекрасными, у нас будут прекрасные отношения. Ты считаешь? Да, я абсолютно уверен. Вырастет новое поколение. Представляешь, сколько уже погибших людей, которые порождают ненависть, когда твоих родственников стоили с этой стороны, убили, город разбомбили или там квартиру твою уничтожили. Как это же, ты понимаешь, что это останется в поколении? Великая Отечественная война. Дованков пытался разблокировать Инстаграм, потому что считал, что этот запрет Кремля навредил малому бизнесу. Также он просил МВД Российской Федерации официально заявить, что сочетание желтого и синего цветов в одежде и внешнем облике россиян не является основанием для задержания и заведения уголовных дел. Он пытался отменить и запреты на радугу в России. Радуга – это детство. Радуга – это маршак. Это много чего. Это Чуковский. А сейчас мы берем ее просто и почему-то отдаем меньшинствам в пользование. Ну давайте оставим радугу хотя бы нашим детям. Просил отменить пошлину за заключение брака и увеличить за разводы в России. Кандидат Дованков не претендует на победу в выборах. Вы планируете победить? Ну кто-то, да, с победой, что считать, то считать победой. Российский общенародный союз выбрал кандидата от партии Сергея Бабурина. Справедливость – это когда в тяжелые времена всем одинаково тяжело. Бабурин уже участвовал в президентских выборах в 2018 году. По итогам голосования он набрал 0,65% голосов. Ибо Россия никогда не была какой-то мелкой национальной державой. Мы союзная держава. И мы только так победим. Бабурин был депутатом первого, второго и четвертого созыва Госдумы. Я доктор юридических наук, профессор, состою в различных общественных академиях, а сегодня даже являюсь президентом Международной славянской академии. Он называл себя спасателем России и заявлял, что хочет бороться с неолиберализмом. Я последние 25 лет занимаюсь спасением Отечества. Если хотите, моя профессия – спасатель. Я участвовал почти во всех конфликтах с 1991 года. Бабурин не только поддерживает Кремль, но и КГБиста Кирилла. И войну. Святейший патриарх Кирилл говорит, что священная война за веру – это не всегда борьба с иноверцами, это преодоление себя. Сам Бабурин – любитель Сталина. Вот он на территории завода «Микрон» в Великих Луках, где было открытие монумента. Пострадала церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича. Но благодаря этому у нас теперь множество новомучеников и исповедников российских, которым мы сейчас молимся и которые нам помогают тоже в деле возрождения нашей Родины. Вот что говорит Бабурин о так называемой победе на выборах. Вы планируете победить? Я планирую сделать все для консолидации русского общества. А победить? Вы планируете победить? Мечтать нужно все. Но вы не планируете? Вы знаете, планирует Господь Бог. Стало известно выдвижение от Российской партии «Свобода и справедливости» в президенты Андрея Богданова. У России всегда были интересы, с которыми другие должны считаться. Он участвовал в президентской кампании 2018 года и занял тогда восьмое место. По мнению Богданова, будущее России лежит где-то между западниками и славянофилами. В почвенничестве и обязательно с верой в Бога. А война должна продолжаться. Если вы станете президентом, вы оставите Донбасс в составе России? Кто может конституцию поменять? Президент конституцию поменять не может. То есть оставите? Я еще раз говорю, президент конституцию поменять не может. Конституцию может поменять народ. Цель этого кандидата заключается в получении не менее 5% голосов избирателей. Надо бороться за здоровье нации. Я сам курильщик и хочу бросить. Победа его тоже не интересует. Вы планируете победить? Конечно нет. Я найду его. Хочешь? Боевик и оккупант Игорь Гиркин, которого Путин отправил за решетку, также попробовал выдвинуться в президенты. Инициативная группа собрала 556 подписей, при необходимых 500. Но без нотариуса, который должен был заверять их. Участие нотариуса было необходимо для того, чтобы взять подпись у выдвиженца в СИЗО. Но Стрелков не получил разрешение на свидание с ним. Это было самое смешное выдвижение президента в истории Российской Федерации. Кандидат сидит в СИЗО. Его ближайший соратник поливает своего кандидата отборными помоями и обвиняет во всех смертных грехах. А соратники вначале не могут заверить 600 своих подписей, ибо с ними отказываются работать все нотариусы. И вот теперь сливаются окончательно. Вот такая дружина, вот так они держат строй. Никто из ручных кремлевских кандидатов не собирается отнимать так называемую победу у Путина. Но пока еще 22 кандидата собирают подписи. Кандидаты, выдвинутые партиями, представленными в Госдуме, подписи не собирают. А кандидаты от непарламентских партий должны представить не менее 100 тысяч. В настоящее время от сбора подписей освобождены кандидаты от «Единой России», КПРФ, «Справедливая Россия», «Патриоты за правду», «ЛДПР» и партии «Новые люди». Формально Путин является самовыдвиженцем. Он уже начал собирать подписи в свою поддержку. А всю свою президентскую кампанию пытается связать с войной. Для Путина крайне важно показать элитам, что он представляет народ, что бесполезно идти против него. Именно войной Путин пытается поднять себе рейтинг. И если народ России не остановит показушные выборы, то по путинской переписанной конституционной реформе он сможет баллотироваться еще на два шестилетних срока и потенциально может являться главой государства до 2036 года, уничтожая Россию каждый год своей диктатурой.